Добрый день, уважаемые зрители! Рад приветствовать вас на канале Гринер, где всегда вы найдете самое интересное и самое нужное для садовода и огородника. Прежде чем перейти к теме сегодняшнего видео, позвольте вам напомнить, что партнером нашего канала является крупнейший в Украине интернет-магазин растений Флориум. В описании к этому видео мы оставим ссылочку. Переходите по этой ссылке в магазин и вы найдете все то, что нужно для садовода и огородника. Причем с прямыми поставками из Голландии. Ну а теперь непосредственно к теме сегодняшнего видео. Вот хвойные растения сейчас очень часто высаживают на участках. К сожалению, у неопытных садоводов часто с хвойными растениями возникают проблемы. Они видят какое-то явление и не могут понять его сути. Естественно, это вызывает беспокойство. Вот одно из таких явлений это пожелтение хвои. Вот сейчас в конце осени, в начале зимы хвоя на некоторых хвойных растениях может желтеть. Отчего это происходит? Что с этим делать? Вот давайте сегодня с этим и разбираться. Не всегда пожелтение хвои это действительно какая-то проблема. Вот смотрите, туя. Видите? Много-много пожелтевшей хвои. Что это такое? Это ничего страшного. Вот в данном случае это просто сезонное сбрасывание хвои. Хвойные растения только называются вечно зелеными. На самом деле, каждая хвоинка живет определенный срок. Ну, у разных видов, у разных сортов этот срок разный. От 3 до 6 лет. Она живет, стареет и отмирает. Когда она отмирает, она, естественно, засыхает и желтеет. И на ее месте вырастает новая хвоинка. Вот так, собственно, обмен вот этой хвои на растении и происходит. Что с этим делать? Просто вот так руками, ну, лучше, наверное, перчатки одеть. Вот эти хвоинки внутри, вот так вот аккуратно пройдитесь по ним руками, пускай осыпятся и образуется у вас под растением такой хвойный опад, который на самом деле только улучшит почву под этим растением. Но на самом деле, вот это явление, как раз это не проблема. Это нормальный физиологический процесс. Могут быть и проблемы. И вот тут давайте тоже подробненько разберем. Одной из причин пожелтения хвои могут быть ошибки, допущенные при посадке и уходе за растением. Какие? Никогда хвойное растение при посадке не стоит сильно заглублять. Заглублять вот ту самую корневую шейку. Помните, что такое корневая шейка? Это то место, откуда начинает расти самый первый верхний корешок. Почему? Растение в контейнере, хвойное растение в контейнерах, как правило, выращивают и продают. Так вот оно привыкло жить на определенном уровне. И если вдруг при посадке у себя на участке вы его опустите слишком низко, вы заглубите вот эту вот часть ствола, которая привыкла жить на воздухе. Естественно, ничего хорошего в этом нет. Находясь постоянно в почве, во влажной, вот эта часть растения, заглубленная, начнет запревать. В принципе, это может даже вызвать гибель растения. Но первое, чем оно отреагирует, это именно пожелтение хвои. Следующее. Никогда не позволяйте корням хвойного растения постоянно находиться в воде. Что может быть причиной? Могут быть причиной высоко стоящие грунтовые воды на вашем участке. Могут быть причиной тяжелая глинистая почва, которая очень долго удерживает влагу, не давая ей уходить вниз. И могут быть ваши чрезмерные и чересчур обильные поливы. Дело в том, что корням любого растения, в том числе и хвойного, требуется воздух, требуется дыхание. А если они будут постоянно находиться в воде, они, естественно, начнут замокать, загнивать. И растение тоже постепенно погибнет. Но в первую очередь отреагирует именно пожелтением и сбрасыванием хвои. Есть очень мало хвойных растений, корни которых действительно могут долгое время находиться в воде. Ну, как правило, у себя на участках мы выращиваем хвойные растения, которые этого не терпят. А что же делать, если у вас на участке именно такая проблема? Ну, про посадку тут все понятно. Растения нужно изначально высаживать правильно, не заглубляя корневую шейку. А вот если стоят высоко грунтовые воды, если у вас глинистая почва, ну, во-первых, стоит, наверное, заботиться о том, чтобы сделать дренаж участка. Это сложно технически, но тем не менее это стоит. Прокопать какие-то канавки, чтобы излишняя влага отходила. Возможно, стоит подумать о том, чтобы высаживать хвойные растения на искусственно насыпаемых холмах. Это тоже может частично, конечно, решить эту проблему. Либо высаживать хвойные растения с неглубокой корневой системой. Скажем, туя, ель имеют неглубокую корневую систему и при высоком состоянии грунтовых вод, в принципе, вполне возможно, что выживут. Кстати сказать, не стоит слишком высоко поднимать корневую шейку, чтобы верхние корешки показались на поверхности почвы. Это может привести как раз к тому, что корневая система в случае длительной засухи будет пересыхать. И вот еще одна проблема, с которой вы можете столкнуться, которая вызывает пожелтение хвои, это обратная сторона медали. Недостаточные поливы, засуха, нехватка влаги. Тоже на моих, например, песчаных почвах с этой проблемой я частенько сталкиваюсь. И точно так же растение, которое испытывает голод в смысле воды, точно так же в первую очередь будет реагировать пожелтением и сбрасыванием хвои. Ну и, конечно, на бедных песчаных почвах, да и на глинистых тоже почвах, стоит иметь в виду, что любое растение, и хвойное в том числе, требует определенного набора питательных веществ, макро- и микроэлементов. Для хвойных это может быть не так критично, но тем не менее, и азот им нужен, и калий, и железо, и цинк, и медь. Недостаток любого из этих элементов тоже может вызвать пожелтение хвои. Кстати сказать, точно так же, как и избыток любого из этих элементов. Поэтому с хвойными растениями нужно поступать очень аккуратно, подкармливать их очень аккуратно. Хвойное растение, все-таки, я считаю, что лучше не докормить, чем перекормить. Есть специальные удобрения, сбалансированные, минеральные, для хвойных растений. Но я, как всегда повторюсь, я считаю, что хороший компост самое лучшее удобрение для хвойных растений. Еще один, очень специфический, но тем не менее, часто встречающийся фактор, вызывающий пожелтение хвоя. Это уж извините, моча, моча животных. Я имею в виду собак и котов. Дело в том, что этим животным свойственно метить территорию. И метят они, как правило, одно и то же место. Моча животных в концентрированном виде, в принципе, это довольно сильный химический реагент. Попадая на одно и то же место много раз, вызывает ожог хвои. Появляется желтое пятно с черным налетом. Ну, естественно, в нижней части хвойного растения. Вот это и есть типичный признак. Если увидели такое пятно с одной где-то стороны, с черным таким налетом, это и есть моча наших любимых животных. Как с этим бороться? Ну, трудно сказать. Скорее всего, придется на время хотя бы оградить свое хвойное растение, чтобы они этого не делали. Вполне возможно, что со временем они изберут себе какой-то другой предмет для того, чтобы метить свою территорию. Кстати сказать, схожий эффект имеют химические реагенты, ну, например, соль, которыми посыпают дороги для того, чтобы избежать оледенения, бороться со снегом. Если у вас хвойное растение высажено где-то вдоль проезжей части, которую посыпают вот такими реагентами химическими, брызги летящие на ваши хвойные растения тоже могут вызвать подобный ожог. То же самое. Скорее всего, придется на зимний период их чем-то заслонять, чтобы эти брызги на них не летели. Либо регулярно смывать. Но зимой сделать это, конечно, очень проблематично. Поэтому, скорее всего, все-таки лучше каким-то образом экранировать от такого влияния. Ну и, наконец, последний фактор. Наверное, самый сложный, самый проблематичный, который вызывает пожелтение хвои, это болезни и вредители. Конечно, тема болезни и вредителей хвойных растений слишком обширна, чтобы полностью раскрыть ее в сегодняшнем видео. Но, тем не менее, несколько слов об этом сказать надо. Вот когда вы осматриваете пожелтевшую хвою на своих растениях, будьте внимательны. Если видите, что она не просто такого рыжего, желтого цвета, а имеет серый налет, скорее всего, это какое-то грибковое заболевание. Значит, что? Значит, надо брать в руки опрыскиватель, заряжать его подходящим фунгицидом и обрабатывать свои растения. Насекомые вредители, в принципе, тоже по внешним признакам можно определить. Специалисты для этого берут белый лист бумаги, берут какую-то палочку и по подозрительной ветке вот так постукивают, держа белый лист бумаги внизу и смотрят, что же там нападало. А нападать могут и сами насекомые вредители или их экскременты. Вот это и является признаком того, что нужно брать в руки опрыскиватель, заряжать в него инсектицид подходящий и обрабатывать свои растения. Но имейте в виду, что бороться с вредителями и болезнями на хвойных растениях достаточно сложно. И такие обработки, скорее всего, проводить будет надо не один раз, для того, чтобы избавиться от такой проблемы. Это я все к чему говорю. Когда вы осматриваете пожелтение хвои на своих растениях, осматривайте внимательно, неповерхностно и делайте это регулярно. Вот тогда точно никакую проблему вы не пропустите. И ваши хвойные растения будут живы и здоровы. Ну вот, пожалуй, на сегодня все про пожелтение хвои в зимний период. Есть еще пожелтение хвои в ранний весенний период, но это уже совершенно другая тема. Смотрите наши видео, подписывайтесь на наш канал, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео и обязательно пишите комментарии. Именно из ваших комментариев мы и берем темы для будущих видео. Хорошего здоровья вам и вашим растениям. Всего доброго!